Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в тем, что вы написали. По большому счету, ваше сообщение, оно представляет из себя некую такую компиляцию следствий того, что с вами произошло когда-то раньше. То есть все ваши слова о том, что вы не такая, что вы не достойная, что вы не достойны подарков, что вы вообще ничего не достойны. Все это следствие. Других более ранних проблем. Других, может быть, более глубоких проблем, которые с вами в вашей жизни происходили. Ну, например, идея о том, что любовь условна. Идея о том, что подарков нужно быть достойным. Идея о том, что только если я чего-то добьюсь, например, я смогу, значит, гордиться собой. Например, вот эти установки, они у вас откуда-то взялись. То есть это не просто так. У вас это не просто так. Понимаете? У вас это, то, что вот с вами происходит, то, что вот как вы себя воспринимаете, да, как вы видите себя. Это не просто так. У этого есть основа. У этого есть причина. Например, почему вы, допустим, своих взглядов интересуетесь в основном, допустим, в основном, только материальным. То есть вот вас интересует только материальный момент. Вас, например, скажем, ну, совершенно, как я понял, не интересует, допустим, то, что духовное что-то. Вас не интересует духовное развитие, вас не интересует эмоциональное составляющее отношение. То есть отношение людей, отношение к вам. Вы много внимания уделяете именно взаимодействию материальному. И у этого есть твои причины. Конечно, пока что, пока что, ну, объективно сложно сказать, какие именно причины по медведям. Но по опыту могу сказать, что все кроется в детско-родительских отношениях и, значит, в том, какие ценности вам родители дали. Какие ценности вам внушили ваши родители. Какие жизненные ориентиры вам они, значит, вложили в вас. Потому что вот то, что вы говорите, что вот, там, я не принимаю подарков, я чувствую себя обязанным, я чувствую себя, там, ну, во всех отношениях, значит, не нужно и так далее. Это следствие определенного вашего типа личности. И тип личности установили ваши родители. Либо они вас через чур опекали, либо они вас, наоборот, были от вас отстраненными. А только что вы вообще не знаете, как самостоятельно, как вот вам самой, да, ну, сход добиться. Как вам самой, ну, что тут сделать. Как вам самой выбирать, делать выбор, решать. То есть началось только с родителей. Как вы относились, какие отношения, какие они вам внушали представления о себе, почему именно такие представления о себе и так далее. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что вы говорите о депрессии. У меня депрессия, говорите вы. Есть у вас вопрос, откуда вы знаете, что у вас депрессия? Ну, у вас есть диагноз или что? У вас есть документ подтверждающий, что, ну, что вы больны депрессией. А если вы и брата больной депрессией, так, какое вам лечение назначено? Ну, терапевтам, психотерапевтам. Реализуете ли вы его лечение или нет? Если нет, то почему? Нет. Единственное важное депрессия, то это заболевание. И довольно серьезное заболевание. Которое так просто, ну, которое, которое вам нужно обязательно лечить. Если заболевание не лечит, оно и тому не уйдет. Понимаете? То есть это вот такой момент. Это вот то, что общее у вас. То, что вот вообще, исходя из вашего текста, я могу вам сказать. Теперь давайте пройдемся по самому тексту. Значит, прошу помочь разобраться в безвыходной ситуации. Кстати, разобраться в вашем случае, именно разобраться. то есть разобраться в вашем случае означает понять, что истинно, а что нет. Что действительно важно, а что нет. И как я уже сказал, из того, что вы написали, можно сделать вывод о том, что именно разобраться с тем, что вот вы, ну, с тем, что у вас происходит, пока возможности не представляется. Почему? Потому что нет информации всей, которая нужна. как я уже сказал, о родителях, информации о родителях или нет. И, соответственно, именно из-за этого, именно по этой причине, и разобраться можно только с тем, только с тем, что вы написали. А вы написали то, что вы написали. Это ведь, сами понимаете, ну, как бы, то, что вы видите, то, что вам кажется. В вашем случае этого явно мало, потому что, ну, вы видите реальность под определенным углом. И надо сказать, что этот угол, он, ну, он такой, он довольно искаженный по своей сути. Этот угол, он искаженный. Он, ага, ну, не совсем такой, адекватный. Давайте, соответственно, чтобы разбираться, ну, сначала представим всю картину того, что с вами есть, того, что у вас есть. Мне 26, в моей жизни на данный, в настоящий момент полный застой. До сих пор я не могу понять, чем хочу заниматься, с чего хочу в жизни, кем хочу работать, какого мужчину хочу. Так. Ну, давайте сперва пройдемся по каждому из вопросов. В моей жизни в настоящий момент полный застой. То есть, иными словами, вы своими действиями, да, своими поступками, да, привели свою жизнь к тому, что она у вас стала в полном застой. Соответственно, чтобы этого не было, то есть, ну, чтобы выйти из состояния застоя, нужно, чтобы вы сами подумали, для чего вам было вводить свою жизнь в это состояние застоя. Для чего именно вам это нужно? Либо, если это делали не вы, допустим, ну, допустим, если это делали не вы, а допустим, это делал, скажем, кто-то другой. Допустим, ну, я же родители, например, ваши, да, вот. Соответственно, почему вы им позволяли это? Почему вы позволяли своим родителям влиять на вашу жизнь? И, соответственно, значит, всем это связано. То есть, ну, понятно же, надеюсь, понятно же, надеюсь, да, что, если вы пришли к застой, значит, вы сами это делали. И если вы сами это делали, значит, вам это для чего-то было нужно. Если это делали не вы, значит, по какой-то причине, по какой-то причине, если это делали не вы, то вы позволяли это делать другим. Ну, это, это вот, в принципе, момент, он такой. Довольно важно. Если вы позволяете, значит, что у вас есть ресурс для того, чтобы позволять это. Ну, а, грубо говоря, по-другому вы не умеете. По-другому вы не умеете. Почему? У нас нет ресурса. То есть, нет ресурса, вы не умеете по-другому. Вы не умеете, например, ну, допустим, в своей жизни руководствоваться, например, своим выбором. У нас не привыкли. Как это вообще-то? Как это так? Как сделать свой выбор? Почему я должна делать свой выбор? Думаете вы, да? Думаете вы. Вот. Ну и, соответственно, этому нужно учиться. И для начала определиться вообще с вашими ценностями. Какие ваши ценности? Какие у вас идеалы, взгляды? Какие из культурных, культурных достижений человека, из культурных, ну, из культурных ценностей людей, да? А, вас вызывают, у вас, вызывают у вас симпатию? Какие? Какие? Ну, вот об этом нужно подумать. То есть, прежде чем, прежде чем работать над достижением того, чего вы хотите, ну и на сперва, отнову. Базис – это взгляды, это ценности. Ваши взгляды и ваши ценности. Вот это, пожалуй, ключевой момент. Ключевой момент именно в том, чтобы на себя посмотреть на вещи по-другому, а иначе не выиграть, иначе не получится. Далее. Чем хочу заниматься? Вы пишите, я не знаю, чем хочу заниматься. Не знаю, чем хочу заниматься, чтобы что. Не знаю, чем хочу заниматься, для чего. Вот зачем вам, чем бы заниматься? А что вы отключите с него получается? Например. Тогда. В том же момент. В том же момент. Далее. Чего хочу от жизни? Чего хочу от жизни? Стоп и за стоп и стоп. То есть, если вы говорите о том, чего вы хотите от жизни, то нужно сперва определить ориентир. Нужен ориентир. Если ориентира нет, то вы не сможете, вы не сможете понять. Вы не будете просто так заниматься непонятно чем. Правильно? Наверное, нет. Вот, вот, соответственно, соответственно, с этого мы и начали. Далее. Кем хочу работать? Работать чтобы что? Какого мужчину хочу? Опять же, мужчину чтобы что? Зачем мужчину? Знаете, момент такой. Ага. Именно в отношениях с мужчиной здесь действует один такой важный момент. Чтобы понять, какой мужчина вам подходит, ну или может подойти с большей вероятностью. Нужно сперва понять, какая вы женщина. Вот какая я женщина. В каких отношениях я хочу? Понимаете? Вот это, пожалуй, важный момент. Потому что, если вы на эти вопросы себе ответа не дадите, то, соответственно, вы никогда и не поймете, какой мужчина вам нужен. Это первое. Это первое. Второе. Если мы говорим о том, что, например, например, вот если мы говорим, допустим, что вы хотите какого-то мужчину, вы представляете? Вы образ какой-то представляете? Ну, образ этого мужчины, получается, вы представляете? Или что? Это не есть правильно. Это не есть хорошо. Потому что нельзя человека подгонять под определенный образ. Его надо понимать таким, как он есть. А вы не можете, не можете, потому что вы себя не понимаете. Такой, какая вы есть. Ну и, соответственно, соответственно, мы в итоге имеем то, что имеем. То есть, мы имеем в итоге вашу, скажем так, уверенность во всем. Понимаете вашу проблему? Теперь, теперь, хотя бы примерно. Дальше. Я не живу, а существую. Почему? Вам не видят чужие мотивы. Мотивы других. Опять же вопрос. Почему? Почему вам не видят мотивы других людей, если вы не живете? Чтобы жить, нужно быть движенным своими собственными мотивами. Правильно? Правильно. А если вы засекуете, значит что? Вы находитесь в состоянии невроза. И чтобы не находиться в состоянии невроза, нужно понимать свои какие-то цели, желания, взгляды, стремления и так далее. И этому позволить быть у вас. После увольнения, это не любимая работа, и моя сумочка настолько стала низкой, что мне сложно общаться с людьми. Здесь, конечно, довольно интересный момент. То есть вы говорите, что после увольнения работы, после увольнения с нелюбимой работой, что интересно, нелюбимая работа была. Моя сумочка упала. Ну, это как вопрос? А почему она упала? Если работа была нелюбима? Почему вы у вас приняли увольнение с работы на свой счет? То это вы виноваты. Получается, вы не позволяете себе заняться с любимым делом. Почему? Почему? Я тоже на собеседовании еще работал уже месяц, но это не так много. Но не хотелось бы, если честно, работать на этих должностях. Это не призвание всей моей жизни. Бабак, я пта. Это не призвание всей жизни. А что призвание всей жизни? Смотрите, как получается. Если вы называете, ну, если вы называете вещи, да, вот, если вы называете вещи такими словами, как призвание всей жизни, и так далее, да, то, соответственно, что? Что должно быть в этом случае? В этом случае, наверное, должна быть идея о том, что есть призвание в вашей жизни. Потому что, если идеи об этом нет, то нужно работать, нужно развиваться, нужно просто заниматься тем, кто у вас есть, и все. Далее. Значит, так. Ну, опять же, я понимаю, что родители не должны меня задержать в этом возрасте. Так, а почему родители не могут вас задержать, если они могут? Они у вас и родители, они, в общем-то, если они вас любят, они этого хотят. Мне стыдно за это, и я готов идти на любую работу, зная, что снова буду представлять себя просыпаться по утра. Так, ну, вы либо определитесь, либо вы работаете, чтобы родителям угодитесь, либо вы не работаете. У вас, как бы, вот, знаете, два абсолютно взаимоиспечающих друг друга мотива. Это, это, вот, не правильно. Либо вы понимаете, что родители не должны вас задержать, и вы сами себя обеспечивать это как мотив ради родителей. Либо вы понимаете, что родители не могут вас задержать, и тогда вы не особо заботитесь с наградением именно любой работы. Родителям важно не столько то, сколько вы работаете, сколько то, что вы что-то делаете для того, чтобы как-то обустроиться в этой жизни. Вот это вот то, что их волнует, а не то, что вы именно работаете или нет, по факту. Я считаю себя бездельницей, недостойной, недостойной, достойного мужчины. А вы скажите, на чем у вас базируется достоинство? На пользе, которую приносит люди? И что это за отношения тогда, исходя из этого? Или на факте наличия этих людей? И что это за отношения, вытекающие из этого? Просто подумайте. Ну, можете в интернете, например, написать культура по-лестниски и культура достоинства. И посмотреть, чем они различаются. Так, значит, недостойной любви. Скажите, а вообще, любви может быть кто-то недостойный, по-вашему? Или кто-то достоин? Или любовь, которая понимает условности? Почему решили вы, что вы не такая, как все? Все любви достойны. Для всех любви, безусловно, но только не для вас. Это странно. Так как мне нечего ему предложить. А должно быть. Вы всегда считаете, что люди вступают в отношения только потому, что каждому из них есть кто-то предложить? Ну, да, это отношения по расчету. Но вы говорите, что вы спонсора не ищете. Так опять же, он не говорит вопрос. Но если вы не ищете спонсора, тогда определитесь. Либо вы отношения строите на эмоциях, на эмоциональной составляющей, либо по расчету выйдет. Опять, ни туда, ни сюда. Так, я не считаю себя тем вариантом, которым мужчина будет восхищаться. Но восхищается мужчина за женщиной, которая делает его мужчину. Для этого женщине нужно понять, какая она. Для этого нужно иметь идеал женского поведения, с которым обычно выступает мальчик, но если вас это не дать, то, соответственно, свой идеал женского поведения нужно найти. И сталаться этому идеалу следует. Настолько, чтобы это не вредило вам. В этом неисковый разрез с вашими идеалами. Так, друзья которого будут ему завидовать. Какая вам радость за друзей его? Почему вы вообще заговорили о зависти? Это же ваше личное отношение. Зачем вам это еще? Здесь недостаток внимания и отсутствие собственной значимости. Ну, чувства собственной значимости. Да? Вот. Соответственно, что нужно? Нужно почувствовать собственную значимость, вне зависимости от того, с кем вы и так далее. Это важный момент. Далее. Я не высокая, ну и что? Не мобильная внешность, ну и что? Ну, это вы считаете… Важно, да? Почему ребята должны быть в высокой модельной внешности? Откуда такая нормированность? А другие девушки-то как? Чем они-то выезжают по вашим? Решили грустно и вечно Так, грустно и вечно А я вечно грустно Вообще, грустно и вечно Романтично и жаль Главное, как эту грусть преподаст Страдающие по прошлому и преднему временам Когда у меня были подруги Парень работал Работал Ага Так, страдающие по преднему временам А что изменилось-то потом? Обряды произошло У меня считалось, что это недостаточно качественным И ушла Незаботливого и непонимающего права Перестала общаться с ненадежными подругами Так Вы серьезно считаете, что у вас была неинтересная работа Непонимающий парень И ненадежные подруги? Подумайте Должен ли быть работа интересной? С чем определяется надежность подруг? Например Должен ли вас понимать Барс? И понимал ли он вас? Думаете, у меня мало ответств, и я не могу позволить себе Медицинские процедуры, пластические операции, дорогие бренды авто Я проигрываю девушкам, которые могут понравиться успешным мужчинам А скажите, а почему обязательно у вас мужчина должен быть успешным? Почему бы вы не вырастить мужчину успешным? Грубо говоря, вместе с ним прийти к чему-то Почему вы считаете, что вам нужно прийти уже к успешному мужчину? Это не совсем правильно Далее, а если женщина может позволить себе вот это вот все, что вы говорите Ей будете задать чем? Это первое Второе Вы считаете действительно, что вот это все делает женщину привлекательными для серьезного мужчины? Но это за этим ничего нет Нету человека, нет эмоций, нет чувств, нет духовности Серьезно считаете так? Далее Фактические операции, дорогие бренды, зачем? Так как вы знаете, ориентир на моду у вас Вот я либо в тренде, либо нет Если я не в тренде, все Поплыл Но жизнь-то есть везде И если, например, вы не зарабатываете миллионы Но у вас есть другие способности У вас есть другие качества Другие достоинства Подумайте, какие они И начинайте их реализовывать Потихонечку, потихонечку, постепенно, но реализовывать Вы не обязательно добьете золотых гор, но себя воскройте Так, далее Я проигрываю девушкам Никто никому не проигрывал Как ведь человек Индивидуально по-своему И для каждого человека найдется пас Это не игра Это не игра Не мужчина выбирает детского А детский мужчин Поэтому Лас Это запомнить Никакого проигрывания нет Но не только чтобы вы понимали, какая вы женщина Что вы можете мужчине дать Не искренне того, что вы перечислили У вас ни слова нет О заботе Поддержке Интересе Прямо понимание И так далее Почему? Я не уверен в себе В чем именно, конкретно По факту Вот прямо по пунктам В чем вы в себе не уверены Почему? Почему? Какие качества заставляли вас сомневаться в себе? Что вы можете сделать, чтобы меньше сомневаться в себе? Исходя из этого, составляйте план Нанесяйте цели Разбивайте цели на задачи Анализируйте каждые задачи Условия средства Условия средства Так, забыл Что было Так, и требования Да, вот требования И вперед Есть суть Все от вас зависит Так как чувствую себя обязанным Так, я неверно Считаю себя ненастойным подарком А подарки, наверное, только достойны Опять-таки Вы какое имеете право Вы просто подумайте Какое вы имеете право Подвергаться Сомневаться Сомнению То Что выбрал Другой человек Ну, то есть Я имею ввиду Если Другой человек Выбрал вас Например То почему вы считаете И не подвергать Сомнению Просто подумайте Какое вы имеете право Подвергаться Сомнению Выбор Это лучше Стоять Какое Ответ Никакого Абсолютно Поэтому Я думаю Что Именно Вот В контексте Подарков Я Вам Могу Ответить Именно так Дальше Значит Так Я не принимаю Небольшие подарки От тех Кому я Не симпатизирую Почему Так как Действует себя обязан Это Ваше Чисусство Люди Могут Дарить Подарки Необязательно Для Живота Опять Для вас Вот Культура Полезности Она Здесь Проявляется Очень В фильме Я А Лознь Надежда Давать Не хочу А почему Вы считаете Что Принятие Подарков Это Лознь Надежда Где Следствие Для Этим Словом Я считаю себя Слишком Короче Для Тех Кому Нравлюсь Я И Недостаточно Короче Для Тех Кто Нравится Мне Но Это Опять Знаете Как Это Принижение Это Оберсенивание Людей Деление Их На Только Нижих И Высших А Равных Вам Нет Равных Вам Нет Людей Потому Вы Не Принимаете Опять Ж Себя Нет Принятия Себя Не Имея Возможности Принять Себя Вы Не Принимаете Других Вы Можете Только Их Оберсенивать Или Идеализировать Так Я в глубокой Депрессии Про депрессию Я Вам Сказал Пока Не хочу Спать Ну Опять Я Тоже Сказал Все Кажется Скучным Это Либо Апатия И Это Проблема Мотивации То есть Слишком Много Мотивов И Размер И Как раз Ощущается От Такого Количества Мотивов Либо Вы Просто Не Велите В То Что То Что Вам Нравится Например Да Ну Даст Какой Результат Вы Работаете На Результат Работать Надо Не Ради Результат Работать Надо Ради Процесса Если Не Нравится Процесс Если Не Узраивает Процесс Вы Результат Вы Никогда Не Доделаетесь На самом деле Так Значит Как Это Скучно При Не Увлечении Не Приносит Радости А Должны Должны Приносит Радость А Раньше Приносили Почему Перестали После Какого Момента Перестали Увлечения Вам Приносит Радость Мне Хочется Чего-то Нового А Чего Я Не Знаю Но Я Б Сказал Что Вам Будет Наверное Контроль Над своей Жизнью Я Люблю Новые Места Путешествовать Знаете В вашем Случае Это Напоминает Бег От Себя В Новых Местах Вы Надеетесь Убежать От Себя Чтобы Не Было Того Что Вы Чувствуете Ну Действительно И Это Конечно Не Так Куда Б Убежать Я Хочу Стать Другой Любимой Успешной Уверенной В Себе Любимой Стать Для Чего Успешной Стать Для Чего Уверенной В Себе Зачем Это Абстрактные Слова Стали По Себе Они Ничего Не Знают Когда Вы Говорите Я Хочу Стать Другой Вы Говорят Вопрос Что Мечает Вам Быть Другой Другой Вы Не Станете Вы Так Можно Просто Быть Той Чем Вы Хотите То Себя Текущую Привнести То Вы Хотели Но Это Работа Не Знаете Вы Просто Врями Стали И Все За Один Совет За Одну Рекомендацию Это Работа Регулярная Постоянная Работа Над Собой Медик С Психологом Ага Так Но Сил На Это Но Сил На Это И Уверенности Что Получится Нет А Вам Не Кажется Странным Что Вы Хотите Быть Уверенны В Себе Но При Не Уверенны В Том Что У Вас Получится Добиться Если 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 Были Уверенны То У Уверенности Рад В Нет Здесь Противоречия У Вас Возникает То Кажется Сил То Здесь Той Момент А Куда Силы Деваются На Что Вы Стратите На Какую Борьбу С Чем Случайно Не Те Мотивы Которые Для Вас Не Являются Согласными И Важными И Первостепенными Истинными Так Скажу Я Осознаюсь Явно Президнее Ошибки Скажите А Есть Человек Которые Не Совершают Ошибки По Вашему Мнению Скажите А Что Значит Ошибки Что Значит Ошибки Что Они Обначают Для Человека Конкретно Просто Подумайте Что Так Ошибки Каково Их Назначение Опять же Ошибается Каждый Почему Вы Считаете Что Вы Ошибаться Не Можете Для Меня Загадка Так Для Тот Кто Поддалась Соблазну Соблазну Всего Добирала Некоторым Людям Информацию Которую Нельзя Было Доверять Но Теперь Вы Это Знаете Не Доверяете В В итоге Я Скомплементировал Себя Как Как Секретно В чем Я Будто Специально Пытаюсь Не высовываться В социум Не добиваться Успеха Так как Боюсь Что Определенные Люди Меня могут Оборочить А почему Вы считаете Что Другие Люди Поверят Тому Кто Вас Оборочит Ну Кто Поверит Да Вопрос В том Кто Поверит Это Вообще Ваши Люди И Сего Как Это Вы Боитесь При Если Они Вас Оборочат Вы Мете Подать На Нех Суд Право Мете Брат Подать На Суд Думать Вот Чем Проблема Я Не Знаю В каком Направлении Двигаться И Как Инструменты И Вспользовать Чтобы Стать Успешным Здесь Вам Правильно Сказал Мой Коллега Чтобы Вы Могли Гордиться Забой И Синить Себя Но Это Делать Уже Сейчас А Не Условно Также Вопрос Для Чего Вам Уважение Других И Восхищение Других Значит Если У вас Это Будет У Самой Процесс Личностного Роста Вам Не Не Уважение Не Восхищение Вы Просто Будете Сделать То Что Вы Считаете Правильным И Лидия Либо Соглашается С Вами Либо Нет Это Их Право Я Не Жил Спонсора Как Многие Думают Здесь Вы Как Обравдываетесь Перед Нами И Не Хочу Зависеть От Людей Которые Мне Не Нравится А Если Бы Не Было Зависимостью Вы Искали Спонсора Как Вы Думаете А Сейчас На данный Момент Вы Не Зависите Ни От Кого Не Думаю Вы Не Ищите Спонсора Что Боитесь Что Это Вас Еще Больше Опорочит Это Число Мат Объясни Успех В Чем Для Чего Зачем Успех Это Результат Заботать На Результат Нельзя Заботать Нужно На Процесс Присыпаться В утрам Есте Объясни Что Это Полезно И Нужно Так Нужно А кто Определяет Что Полезно И Нужно Это Же Вы Определяете В первую очередь Не Другие Вот Видите Своя Самоценка Свои Вгляды Это Вы Определяете Что Полезно И Что Нужно А Другие Это Снова Идеализация В жизни Так Не Будет Вы Не Будете Присыпаться По Утрам И Бежать Это Знаете Ну Раз Два Три А Потом Все Это Обыденно При Вами Бетель При Обеспечив Себе Достойный Уровень Жизни Ну Это В принципе Хорошая Цель Вопрос В том Почему Вы Сейчас Считаете Свой Уровень Жизни Недостойным Почему Вообще Какой-то Уровень Жизни Вы Считаете Недостойным Когда Вы Перстаетесь Так Думаете Все У вас Будет Получаться Сейчас Обещаю Сверх Мотивация Этого Своя Добит И Как Следствие Неправильные Ошибочные Хаотичные Действия Как Найти Направление Как Найти Своего Мужчина И Подать Себя А зачем Вам Мужчина А Блин Себя Ну Не Сейчас То Что Вы Есть То Что Вы Существуете И То Что Вас Волнует Это Действительно Важно Только Если бы Вы Считали Что Это Важно Для Нас Ну Думаю Что Такой Серьезный Вопрос Вы бы Задали Хотя Б На Разделе ВИП А то И На Разделе Плат Поэтому Все Надеюсь Что Помог Вам Если У вас Остались Вопросы Пишите Уличку Буду Рад Помочь Если Вас Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю